Решаются вопросы. Все остальное крайне неэффективно. Почему? С одной стороны, 20 человек, 50, это были просто выступления парламентариев, которые хотели выступить на трибуне, с утра было их там чуть больше 100. Это не говорит о том, это все равно недостаточно. Кворума нет. То есть, это не уряду был. Кворума нет. О чем это говорит? Это говорит о том, что парламентарии готовы жертвовать репутационными своими издержками. Но мы их будем обсуждать. Как они летают на Еврокубок? Мы так как раз и не обсуждаем, сколько их в радио. Но, если они реально будут демонстрировать, что они на месте, а голосов нет, это поражение. Это сиюминутный просто фатум, и мы идем на очередные и внеочередные. Если они на месте, а голосов нет, лучше пускай их не будет. Я не буду сказать, что они работали в округах, на своих мальдийских округах, что они решали свои вопросы с избирателями, очень были заняты в комитетах, оставили ребенка в детской комнате и никому забрать. То есть это, по сути, поражение, но не настолько нищевая, как они все и небы есть, а голосов нет. Конечно, нет по факту. И лучше это будет, знаете, точечный мык. Кто-то искал Нищенко, кто-то был на эфире, кто-то писал очень важный законопроект, ну просто катастрофически важный. И был занят. Это лучше, чем показать действительно, что все фракции в сборе, особенно коалиционные фракции, то есть они в сборе две, а голосов нет. По факту коалиция показывает 206, 210, 213 голосов, 226 нет. Они максимально будут тянуть, чтобы произвести все-таки в июле до выбора, чтобы получить недостающие голоса, потому что им их катастрофически не хватает. Будем ожидать единых кандидатов от власти, потому что это единственный путь, хоть как-то консолидироваться и более-менее стабилизировать то, что есть. Если им это не удается, если, допустим, в Раду проходят непровластные кандидаты, хотя я думаю, что им всячески будут помогать еще действующие ЦВК, потому что новую они протянуть не могут, хотя они хотят и укрепиться в новой. На самом деле даже под новую ЦВК тоже нет голосов. Все как бы порочный круг и замкнутый. Но у нас, на самом деле, мне кажется, проблема как раз цієї Ради поляга в том, что она перетворила, знаете, Ради схожий на базар. На базар, где у нас, я тут погоджусь с Олександрой, у нас отбываются торги. Когда готовы обещать разные бюджетные преференции и так далее, у нас появляются депутаты, они готовы голосовать за бюджет, какие-то еще речи, и потом они получают преференции. Как только нужно заниматься нудной работой, принимать законы на благо нас с вами, сразу нема депутатов, сразу появляются у них другие правы, и они, в принципе, не приходят в Раду. То есть депутаты пришли в парламент, давайте честно, что нужно делать на політике бизнес, делать бизнес у Зали Ради. Ну, я в Пятнице уже, это коллективное фото, уже настолько яскраво это индустрирует, что дальше уже просто. Послушаем, глядача, дальше продолжаем. Прошу, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. 16 хвилин чекал эфира, ну, я бы дочекал. 16 хвилин? Ну, запитайте вашего, как правильно посадить. Ну, уже, вибачте, знаете, в деяких передачах ви його взагалі не дочекаєтесь, бо там прямого эфира просто немає дзвінків. Слухаємо вас уважно, прошу. Ну, я и там хвилин, что все не делается, то это лучше, так. Дивите, по теме сегодняшней передачи я хочу сказать наступное, что, ну, по-перше, ехать или не ехать до Москвы, или до России, вы знаете, лучше было бы это вопрос, говорю, после того, как проводилась война с врагом, а потом уже ехать или не ехать. А у нас АТО и окременные журналісти, как бы сказать, ну, те, которые там прописали, это в Москве, это понятно. А другие журналісти, або политологи, это я бы их назвал, те, кто просто не заважает нашему режиму. Вот сегодня я слушаю пана Алексея, он рассказывает, как Медведчук вместе с ФСБшниками придумал легенду Савченко. Ну, это понимает. Вот. И еще, шановно, вибачте, так бы сказать, пані Александре, ну, я погано розумію российскую мову, коли ви... Дякую вам дуже. От ви знаете, мені тут тільки загострення ситуации. По-перше, легенду з ФСБ такого слова не лунало. Ви 16 хвилин чекали на свій дзвінок, а треба уважно слухати, що юридичний супровід звучало. Я це пам'ятаю, хоча я за багатьма тут показниками стежую за дзвінками, і що говорить один гість, і говорить інша гостя, юридичний супровід, так воно звучало. А тепер давайте ми позвонимо, ну, зараз то не вийде, звичайно, але, якщо б ми запитали, наприклад, пана Солошенка, якого чекав, пан Медведчук, який зараз сидить, зонуком, отак от на коліні, і має можливість виступати в прямому ефірі в тій такій передачі, яку має честь, чи не честь, не знаю, ретранслювати телеканал Київ. Шоу Шостера, то ви в нього запитаєте, наскільки йому час комфортно, чи без Медведчука йому було б некомфортно. Знаєте, кожен мніть себе стратегом, особливо, коли бачить бой з сторони. Тому давайте те. Якщо є питання до усіх, то, я вже сказав, ти що я думаю. Розуміє пан наш дозвонювач, і мову, і все інше. Справа в тому, що різні є позиції, і українське телебачення дає змогу висловлювати свою думку тією мовою, якою ви хочете. Ви можете додзвонитися і запитати будь-якою мовою. Мені ще тільки тут на мовному думку не вистачало різних питань. Ми тільки відкинули, розумієте? Здається. Я все для цього буду робити. Тому що я прекрасно розумію російську мову, я вам відкрию таємницю. І французькою зараз з вами можу спілкуватися. Тільки, чи ви її зрозумієте? Одна гостя точно її зрозуміє. Я до того вийду, що давайте ще на мовному питанні не продовжувати грати. Тому що нас тільки цього ще не вистачало. Давайте думати більше, якби, в конструктивному якому річищі. Ми розуміємо російську мову. Я думаю, і ви її розумієте. Просто у вас така позиція. Ви на неї маєте право. Тут така штука. Значить, Центральна виборча комісія коли буде? Вона буде до виборів цих проміжних? На проміжних вже ні. Очевидно, що її вже не буде, тому що, власне кажучи, вони вже не встигнуть, щоб була саме нова склад Центральної виборчої комісії. Тому я думаю, що, знову-таки, саме в такому складі, якому вона зараз є, виконуючих обов'язків, більша частина, тобто 12 членів Центральної виборчої комісії, будуть починати нові вибори. І це добре для влади. Давайте з вами краще обговоримо той можливий склад нової Центральної виборчої комісії, який максимально посилює позиції влади і консервує її на дуже тривалий час. Давайте не забувати про те, що члени Центральної виборчої комісії, це не депутати, навіть не президенти, їх обирають на 7 років. І ми бачимо, що ті повноваження і той термін, який сплив у тих членів ЦИК, яких ми обговорюємо, і питання до них. Два роки вже минуло, і не могли вирішити питання. Два роки не могли, а тут потрібно було в останню мить, в останній вагон потяга, який відходить, встрибнути і пропихнути своїх людей. По-перше, прізвища майже всіх кандидатів маловідомі. Це зрозумілі люди лише в кулуарній політиці. Це маловідомі люди загалі. Вони так чи інакше пов'язані з адміністрацією, з 11 можливих членів ЦВК лише двоє підносяться до інших політичних сил. Тобто є одна квота самопомощі і одна квота відродження. Далі поділяться на Народний фронт і БПП. Зараз до цього складу ЦВК є багато питань, але тут була явна опозиція. Були представники пан Макера, пані Усенка Чорна, вони були з тим голосом разуму, конструктиву і опозиції, які не дозволяли робити вже взагалі вкрай якісь неможливі речі. А що ми маємо зараз? Це буде повна узурпація все одно і консервація діючих політичних проєктів. Можна вам сказати таку ситуацію, що ми зараз маємо в складі цих представників тих сил, яких вже сил немає. Блоколитвіна, соціалістична партія. Їх вже забули ті назви, а вони ще в цику є. Проблема в тому, що центральна виборча комісія вона може формуватися або нейтрально, або в нашій ситуації навряд чи ми можемо очікувати на її нейтральний характер, або вона може формуватися за партійним квотним принципом. Тобто вони мають бути представники ключових політичних партій в країні. От той склад, який ми побачили, він не відображає навіть тих партій, які є в Верховній Раді. Дивіться, там немає жодного представника опозиційного блоку, яким він не був там обective. Не має жодного представника блоку євлі Тимошенко. Має це все будуватися. Ну це само собою. Ну то ніби само собою, розумі. Я це розумію. Але ми маємо розуміти, що в наших реаліях вони принаймні мають туди дати партію, як не є в парламенті. Гомотний принцип? Зараз вбій! Тільки мені сказали, що дзвінок моментально. Прошу, будь ласка. Дайте. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене такий питання. Кака відповідность предусмотрена в нашій країні за нарушение, за прямое нарушение Конституции. Потому что начиная от президента, окончая всеми представителями витрии власти, нарушает Конституцию. Тут люди прачат штраф за то, что перешел улицу в не том месте или вышел на улицу в не трезвом виде. Это нарушает основной закон нашего государства. Когда, наконец, и кто их может привлечь? Может, не сейчас, может, потом, в заднем числе. Большое спасибо за это. Дякую за запытание. Хороший, конечно, вопрос. Спасибо большое. Уголовная ответственность должна быть за нарушение Конституции, в первую очередь. Потому что подрываются устои государства. В следующем моменте, а какую конкретно статью мы рассматриваем? Если мы смотрим на уровень жизни, который упал, а в Конституции прописано, что, допустим, уровень определенных социальных стандартов... У нас, допустим, банк и поедает за стабильность. У нас бесплатная медицина, у нас много всего. Давайте... У нас прописано, что социальный ревень людей не может оплатить, или вентильки можно сбили. Поэтому я же говорю... Давайте... У нас нарушена, опять-таки, территориальная ценность государства. То есть много-много вопросов. Какую статью конкретно мы рассматриваем? Если рассматриваем все в общем, ну, как бы по каждой конкретной статье должны будут... По делам их будем их судить. Следующий момент. Начнем с квотного принципа. Хотела сказать. Не работает квотный принцип. Мы уже увидели. Квотный принцип формирования кабина. Не профессионалы, а люди просто... Я тебе просто рассказываю, что почему оно не работает. Я полностью согласна, что должен быть представлен спектр, что должны быть хотя бы представители... Они будут хотя бы балансировать хоть как-то. Но оппозиция, какая бы она ни была, неважно, кто у нас сегодня оппозиция, оппозиция не дали. Комитетов не дали. Комитетов, как свобода слова... Рычагов влияния нет. Кроме как выступать на шоу, когда мы говорим популизм, да? Проблема-то наша коррупция и популизм. А варианты, как воздействовать? Как воздействовать на конкретную власть? Оппозиция должна... Две функции. Контроль, да? И предложение альтернативы. И контроля нет, альтернативу никто не слышит. Все. Это оппозиция без каких-либо рычагов влияния на эту власть. Она совершенно такая ширменная, знаете, она не действенная. Поэтому в данной ситуации... Просто этот принцип формирования ЦИК просто еще раз демонстрирует нам реальную картину происходящего. То есть у нас была широкая коалиция, демократические силы, пять членов не договорились. Сейчас два не договорились. Но вопрос в том, что независимо от того, что было, мы видим, что банковая максимально старается усилить свою власть. И это еще одна экранизация происходящего в стране. Просто уже, знаете, это что-то в лоб прямо. Уже даже не завуалировано, а просто максимальная констатация факта. Я хотел бы сказать такую речь. Мы маем понимать, что слідкувать за такими речами, мают, с одного боку, ну, громадян не гарно, что-то бачить, но ответить за эти речи мают суды. Судова влада має працювати. То есть мы маем понимать, что если происходит конституционное порушение, то мае быть реакция Конституционного суду. Если происходит порушение одного из законов, и порушение права громадян, то мают реагировать другие законы. Ну, реагировать суды. Судова влада. То есть мы маем понимать, что самая судовая влада, она мает выполнять этот принцип справедливости. Вы знаете, что, в целом, эта вся линя, и Конституционный суд, и судовая гибелька влади, они крайне залежные. Я не стикался, слава богу, насколько там все это происходит, но дискредитована она уже настолько, понимаете? В том и проблема. Конституционный суд зараз разговаривает вопрос о реакциях. Давайте сейчас мы его скасуем. Что это будет? Давайте подъедемо под Конституционный суд и будем вимагать, чтобы они это не принимали. И так далее. То есть я заборонен, но впливать и намагать это не принимать. Давайте вимагать. Так они, эти суды, бедные, уже не будут знать, что им взагалі робить. А они мают что-то однее делать. В этом есть велика проблема, что у нас, виходит, судова влада, ее настолько публично дискредитировали, что, виходит, что как раз та гибелька влада, которая мала, когда происходит порушение, реагировать на нее, она в наследие дискредитирования, она, виноват, она ничего вообще не делает. Она просто самоосунулася в некотором мере. И в этом есть огромная наша проблема. В том числе, что Конституционный суд не реагирует на инкуда в крайне абсурдные вещи, которые принимает Верховная Рада. Мне просто цікаво, Конституционный суд, по вашему мнению, коллега, себя не дискредитировал? Этот орган, просто он может быть высшей инстанцией принятия решения? Ну, он должен быть. Инших не может. Конечно. Если власть делится на три ветви, полностью согласна, она не стабилизирована. Если мы хотим повернуться в русло европейской демократии, и хотим, чтобы Украина была европейской, мы должны понимать, что гилки влади должны стримовать одна одну.